Казахстанский крупный бизнесмен Мурадхан Токмади стал жертвой политически мотивированного преследования Мухтара Аблязова. Спецслужбы заставили Токмади дать ложные показания о том, что он якобы убил своего близкого друга Ержана Татишева в интересах его партнера по бизнесу. Токмади был успешным предпринимателем, владел крупнейшим в стране заводом по переработке стекла. Он участвовал в государственных строительных проектах и получал награду из рук Назарбаева. Токмади был признанным спортсменом и даже был хорошо знаком с Каримом Масимовым. Суд признал смерть на охоте несчастным случаем и полностью оправдал Токмади. В деле была поставлена точка, но Назарбаевским следователям понадобилось использовать его для фабрикации новых обвинений в заказном убийстве. Невероятно, что Токмади пошел бы на то, чтобы собственноручно застрелить друга. В действительности он стал жертвой в борьбе Назарбаева со своим политическим оппонентом. На протяжении многих лет правоохранительные органы не имели претензий ни к Токмади, ни к его бизнесу. Дизель должен обладать твердостью характера и упорством, несгибаемой силой его для того, чтобы выдержать то, что не под силой другим. До тех пор, пока Мухтар Аблязов объявил о воссоздании ДВК. Именно в этот момент режим решил использовать смерть на охоте его бывшего партнера по бизнесу Татишева. Спустя 13 лет Токмади задерживает большая группа бойцов КНБ. Он был арестован как подозреваемый по делу о вымогательстве. Данная статья не относится к категории особо тяжких. Несмотря на это, за уголовное преследование взялась межведомственная следственная группа КНБ, МВД и Генеральной прокуратуры. В деле Токмади казахстанские спецслужбы прибегают к откровенно неправовым методам. Ну, во-первых, Мурхан Токмади я лично не знаю, не знаком. Более того, просто его фотографию увидел только потому, что в этом году, в июне, средства массовой информации Казахстана озвучили о том, что он обвиняется, что якобы принудил своего партнера безвозмездно передать свою долю в бизнесе. Только тогда я впервые увидел его фотографию. На самом деле суть была в том, что Комитет национальной безопасности решил принудить Мурхан Токмади, чтобы он дал лживые показания против меня. Пропагандисты в день задержания опубликовали кадры оперативной съемки и представили это как спецоперацию по обезвреживанию организованной преступной группировки. Провластные СМИ начали выпускать репортажи о том, что в 90-х годах Токмади был руководителем преступной группы. Для съемок сюжетов нашли якобы пострадавших от рэкета обвиняемого. Ну давайте посмотрим и обсудим, собственно, какие сюжеты в фильме. Во-первых, говорится о том, что в качестве вознаграждения Мурхану был списан кредит БТА-банки в размере, там, по-моему, 4,5 миллиона долларов. Это первое утверждение легко опровергается. БТА-банк, это был международный банк, которого аудировали международные аудиторы, рейтинговые агентства, ежедневный баланс сдавал БТА-банк. Если открыть баланс, а не публичный, вы не найдете никакой суммы, что якобы списано было 4,5 миллиона долларов. Более того, Мурхан просто погасил этот кредит БТА-банк, и ушел в другой банк. Он просто перешел в другой банк, погасил этот кредит. И ни один следователь не сможет подделать документы. Ни один. Да, конечно, у нас много что могут подделать документы, но в этом случае невозможно подделать, потому что БТА-банк, международный банк, и баланс сдавался ежедневно. Основанием для заявления о заказном убийстве стали показания племянника Токмади. Он работал со своим дядей долгое время, но спецслужбы похитили его из дома и вынудили дать ложные показания против родственника. Это, конечно, в 90-х годах, когда он поднимался, он из простого рэкетира выбивался вверх. Как говорится, так началась его преступная организация. Был журнал «Криминальная Россия». И там я читал про дядю своего, там было написано «Черный Мура». И тогда, в те годы, он уже хорошо себя зарекомендовал в киминальной структуре, как говорится. Многие его знали, уважали, ценили, как говорится. Уже дела стали идти в гору. После этого, где-то в 2004 году, зимой он убил Иржана Тадшева. Когда я его услышал об этом, я удивился. Он использовал фразы, которые характерны для следователей. И откуда дворник знает детали сделок Токмади, а также информацию о результатах обыска в его доме. После убийства Тадшева дела у дяди пошли вверх, как говорится. Все решило. Как говорится, все у него решилось. Дела пошли в гору. Проблем как будто с заводами не было. Хотя до этого случая, он на каком-то мероприятии, до убийства Тадшева, он встречался с Мухтаром Аблязовым. Я это точно помню. Около 15-20 метров. Это было в центре города. Я что-то отвозил, я не помню, это было очень давно. Это уже, конечно, прошло уже 13 лет с этого. И поэтому путаюсь, и конкретно не могу сказать, где это было, но в центре города. Они встречались, смеялись, я сдалека видел, смеялись и были оба довольны своими словами. Это было буквально миг, где-то пару минут, скорее всего. Я оставил там что-то блокнот, что-то не помню сейчас. Ну, уж, конечно, 13 лет прошло. И после этого, как говорится, после убийства этого Иржана Тадшева, у него все было как, как говорится, все в шоколаде. На видео видно, что Иманкалиев тяжело дышит, опирается на руки и периодически хватается за разные части тела. Обвинения в вымогательстве стали предлогом для ареста. А последующие обвинения в хранении оружия и убийстве – лишь способом усиления давления. По законодательству, за такие преступления сажают минимум на 20 лет. С женой Токмади связывались неизвестные люди, которые передали послание от следователя КНБ Баймакова. На меня было оказано с самого первого дня, когда 12 июня, во время обыска в нашей квартире, я осталась одна ко мне, не допустили ни адвокатов, ни родственников. И уже тогда следователи пытались заставить меня, чтобы я дала лживые показания против своего супруга. Они хотели воспользоваться тем, что я была напугана, шокирна тем, что происходит, и думали, что в таком состоянии я подпишу все, что они мне скажут. Но этого не произошло. Уже через день на допросе следователь Баймаков также угрожал мне и заставлял дать показания против своего супруга, хотя в статье 77 Конституции Республики Казахстан сказано о том, что ни супруг, ни супруга не обязаны давать показания против друг друга. Таким образом, следователь Баймаков дважды нарушил закон Республики Казахстан, когда заставлял меня же свидетельствовать против моего супруга Маратхану Токмади. Следователь КНБ Руслан Баймаков угрожал супруге Токмади и убеждал, что им не нужны их имущество и бизнес. Нужно только, чтобы она заставила мужа подписать признание в убийстве по заказу Аблязова. Тогда он отсидит для вида и выйдет через пять лет. Моего мужа Маратхана Токмади пытается в СИЗО КНБ. Мне сообщили, что все выходные его пытали для того, чтобы он дал необходимые КНБ показания. На его теле есть следы пыток. Но его заставили написать заявление, что якобы он упал с турника. С какого турника? В СИЗО КНБ? Мой супруг профессиональный спортсмен, мастер спорта, айронмен. И до ареста он был в прекрасной физической форме. Сейчас же он не может даже нормально разговаривать. Его речь бессвязная и он не может даже объяснить, каким образом он написал это заявление. Что еще его заставили написать? Я хочу сказать, что еще до этого следователь КНБ Баймаков все время выводил моего супруга и без присутствия адвокатов разговаривал с ним, угрожая ему переводом по стану, переводом в камеру с рецидивистами. У него забирали его личные вещи, оказывали постоянное давление на его сокамерников. И, конечно же, ему угрожали тем, что на него повисят новые уголовные дела. Теперь же КНБ перешло к пыткам. Его не только пытали физически, но также в его еду и питье добавляли психотропные вещества, которые могли бы сломать его волю. В СИЗО представители спецслужб пытками вынудили оговорить себя и свидетельствовать против Мухтара Аблязова, которого он никогда лично не встречал. Его избивали, опаивали психотропными веществами и месяцами не давали спать. Так Мади отказался дать нужные следователям показания, поэтому спецслужбы начали угрожать его семье. Уважаемый суд, я согласен с определенным обвинением. Прошу вас учесть то, что действительно 55-я статья заключил процессуальное соглашение. Полностью в другом году. И прошу учесть также наличие несовершенных детей. Спустя полгода пыток Так Мади не выдержал и подписал нужное для КНБ процессуальное соглашение. Муратхана использовали в фабрикации дела, заставили сниматься в телевизионном шоу. На нем видно, что мужчина сломлен бесконечными пытками. Почему Аблязов вам заказал убийство? Ну, с его стороны были прямые угрозы, что сейчас спецслужбы занимаются. Они знали практически все про наше общение с сержантом. То, что мы встречаемся не только по нахоте, но и так в жизни общались. На этом страдания Так Мади не закончились. Мафиозный режим Назарбаева не держит обещаний и не оставляет свидетелей своих преступлений. Муратхана осудили на 10,5 лет тюрьмы, а его семью использовали для фабрикации обвинений. В конце 2007 года у меня произошла встреча с Аблязовым, которая принесла мне встречу и начали говорить, потому что у него есть серьезные проблемы с сержантом. что-то было киномной долей. И что людям такого это было неправильно с его стороны. За четыре года жене позволили только одну встречу с ним. Несмотря на многочисленные жалобы, семье не дают законные короткие и длинные свидания. В октябре прошлого года Муратхана тайно перевели из Алматы в Жизказган, не поставив в известность адвокатов. Во время короткого звонка он только успел сказать, что ни письма, ни одежды, ни еды он ни разу не получил. Мухтар Аблязов заочно приговорен казахстанским судом на пожизненное заключение. Но суд Франции признал все обвинения против него и членов его семьи политически мотивированными. Члены парламентской ассамблеи Совета Европы подписали совместное письмо, в котором потребовали освободить политического заключенного Токмади. Субтитры создавал DimaTorzok